Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за последние сутки. За минувшие сутки в двух ДТП на Ямале пострадали 4 северянина. В Новом Рингой около 9 часов вечера на перекрестке улиц Магистральная, проезд 5П, случилась авария, после которой все участники происшествия попали в больницу. Водитель, управляя автомобилем Рено, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущества транспортному средству Volkswagen Polo, который двигался в прямом направлении со встречного. После столкновения автомобиль Рено отбросило на автомобиль УАЗ. В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Polo, а также водитель автомобиля Рено получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, утром на пересечении улиц Промысловая проезд 6П водитель автомобиля ГАЗ врезался в Toyota Hilux. Он не учел скользкую дорогу и не выбрал безопасную скорость движения машины. В госавтоинспекции Ямала призвали северян соблюдать ПДД и напомнили, что с начала года на дорогах Ямала уже 18 человек погибли и 256 получили травмы, включая 35 детей. 23-летний салихардец получил 6 лет лишения свободы за поножовщину на вечеринке. 19 июля посиделки с алкоголем закончились для хозяина веселья вызовом скорой помощи. Один из гостей накинулся на него с ножом и нанес два удара в грудь. Потерпевшего удалось спасти. Дебошир отправится за решетку. Приговор уже вступил в действие. Недалеко от Нового Уренгоя загорелся газопровод. Из собственных источников НУР-24 стало известно, что загорелась труба диаметром 1400 мм, которая принадлежит Газпром Трансгаз Сургут. Предприятие находится в 30 километрах от Нового Уренгоя в сторону Карачаева в районе НГХК. Очевидцы сообщили, что инцидент произошел около 10 часов вечера на пятой нитке магистрали Заполярная Уренгой. Пожар ликвидировали ближе к полуночи огнеборцами газовой столицы и пожарными дружинами Газпрома. Сейчас транспортировка газа проходит по другой нитке газопровода. Тазовский районный суд оштрафовал мужчину на 30 тысяч рублей за то, что он ударил полицейского. Напомню, что инцидент произошел 15 марта 2022 года возле поселковой школы. Там правонарушитель 85-го года рождения угрожал учительнице. Прибыла полиция, дебошир начал вести себя агрессивно и один из стражей порядка попал под раздачу. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а в мае 2022 года в законную силу вступил приговор Тазовского районного суда в виде штрафа. Новоуренгойский суд признал местную жительницу виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Нетрезвая 32-летняя северянка накинулась на полицейского прямо в участке и укусила его в предплечье. За такую дерзость новоуренгойка заплатит 20 тысяч рублей штрафа. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин